Друзья, всем больший привет, на связи с вами Артем Витальевич. В этом ролике я хочу с вами порассуждать вот на такую тему. А что сдавать будущим одиннадцатиклассникам в следующем году? Какой экзамен выбрать? ЕГЭ по физике или ЕГЭ по информатике? Что проще и на какие, скажем так, элементы, на какие аспекты стоит обращать свое внимание? Устраивайтесь поудобнее, будет довольно интересно. Я вообще выпускал уже подобный ролик на этом канале, но впереди нас ждет новый учебный год, и давайте, собственно, еще раз обсудим данную тему, может быть, что-то изменилось. Итак, у нас перед одиннадцатиклассниками стоит важная задача. Что сдавать, ЕГЭ по физике или по информатике? И почему вообще у нас встает такой выбор? Все дело в том, что многие технические и IT-специальности можно поступить по физике или по инфе. В смысле, ты сам типа выбираешь, по какому предмету ты поступаешь. Это первая проблема, которая вот наводит такую немного, ну скажем, неразбериху. Смотрите, если мы говорим конкретно именно про сами экзамены, про предметы, что проще, инфа или физика? Особенно, если мы говорим именно про ЕГЭ, про сам экзамен. Ну, несомненно, я могу сказать, что физика все же посложнее будет, а инфа будет попроще. Ну все, получается, надо сдавать ЕГЭ по информатике и не париться, да? Нет. Подождите, не спешите. Не спешите делать поспешные выводы. Смотрите. На самом деле, если мы попытаемся оптимизировать всю нашу жизнь просто на каждом этапе и будем делать так, как оптимально на каждом этапе, то ни к чему хорошему это не приведет. Интересный факт. Количество сдающих ОГЭ по географии 540 тысяч выпускников каждый год. Ну вот, допустим, в этом году было. А количество сдающих ЕГЭ по географии 22 тысячи. У нас очень много географов в девятом классе. И практически никто не сдаёт ЕГЭ по географии в одиннадцатом классе. Почему же сдают ОГЭ? По географии так много людей. Ну просто потому, что, видимо, это халявный предмет, его легко сдать. И многие такие, а, выберу географию, быстро сдам и всё, я не буду париться. Нужно ли каждый раз выбирать что-то простое и не париться? Нет. Можно так делать, если у тебя нет никакого плана. Но если у тебя нет никакого плана, то и непонятно, к чему ты придёшь. Вообще стоит задуматься, если вы сейчас закончили десятый класс, впереди вас ждёт финальный год. То нужно подумать, а чем вы планируете вообще заниматься в дальнейшем, в будущем? Что вам нравится? Ну, хотя бы, я понимаю, очень тяжело определить свою какую-то узкую специальность. Но хотя бы так, вот широкими мозгами, вам что больше нравится? Какие-то IT-направления? Или вам нравится там физика, инженерное дело, строительство и так далее? Ну, потому что от этого дальше зависит, на самом деле, какой экзамен вам нужно сдавать. Смотрите, если вы считаете, что вы хотите быть, допустим, физиком, инженером, стоит ли вам тогда сдавать инфу? Нет. Да, возможно, вам будет проще её сдать, быстрее заботаете и получите там чуть больше баллов. Но, но, но поступите вы с ней, а дальше вам нужно будет учиться. Если вы поступаете на инженерное дело, то как вы там будете со знанием информатики и без знания физики вообще учиться? Да никак. Ну, вы вылетите, на самом деле, сразу же на первом курсе. Помимо того, когда вы поступаете, да, на инженерную специальность, что у вас есть общая какая-то физика, у вас ещё предметы, которые просто в целом связаны с физикой. Такие как сопротивление материалов, теоретическая механика, гидродинамика и прочее-прочее. То есть, помимо общей физики, у вас ещё какие-то прикладные науки, которые в целом тесно связаны с физикой. И вот как вы будете эти науки изучать, если вы не шарите физики? А можно ли физику заботать там за несколько месяцев? Нет, за несколько месяцев заботать её с нуля довольно сложно. И в университете этот темп изучения материала довольно, ну, такой довольно сильный, да, темп. То есть, у нас очень быстро схватит материал. А если вы физики ноль, у вас ничего не получится. Вы просто вылетите с универа. И вот задумайтесь о том, что, а стоит ли, да, сдавать ЕГЭ по инфе, если вы собираетесь не на информатическую специальность, не на IT-специальность, а если вы собираетесь именно на какую-то физическую специальность, на какое-нибудь инженерное направление? Вот об этом стоит подумать. Плюс ко всему намечается следующая тенденция. ЕГЭ по физике, я думаю, что не будет на самом деле усложняться. Он будет немножечко видоизменяться. Об этом мы с вами поговорим чуть позже, в другом ролике, как именно он будет видоизменяться. И я думаю, что сейчас Министерство образования заинтересовано в том, чтобы вот этот вот перевес того, что ЕГЭ по инфе простое, а по физике сложное, ну, или то, что ЕГЭ по физике сложнее, чем по инфе, этот перевес изменить. Как минимум выровнять и сделать, чтобы ЕГЭ по инфе и по физике были бы одинаковые. Плюс ко всему у нас возникает проблема, что за последние несколько лет количество сдающих физику уменьшается. Ну, а для страны это явно не самая хорошая тенденция. Поэтому сейчас, вот там, я думаю, будут предпринимать различные меры для того, чтобы и увеличивать количество сдающих ЕГЭ по физике, то есть чтобы, соответственно, заинтересованность ваша была в этом экзамене и заинтересованность потом в поступлении на инженерные специальности. Поэтому скажу сразу же, да, если вы не собираетесь идти на IT-направление, а собираетесь вот именно связать свою жизнь с физикой, с инженерным каким-то делом, то сдавайте ЕГЭ по физике, вам нужно его сдавать, вам нужно учить физику. Конечно, если вы видите себя программистом, если вы видите себя айтишником, то вперед, пишите ЕГЭ по инфе и все, и не парьтесь, естественно. Я просто хочу именно, скажем так, предупредить тех ребят, которые вроде в будущем собираются пойти на какое-нибудь инженерное дело и при этом планируют сдавать ЕГЭ по инфе. Можно ли и нужно ли сдавать оба предмета, да, одновременно, и ЕГЭ по физике, и по инфе? Вообще, на самом деле, конечно, я рекомендую, наверное, сфокусировать свое внимание на каком-то одном из этих двух предметов, потому что, ну, что проще, сдавать 3 ЕГЭ или 4? Ну, на самом деле, сдавать 3 предмета все же проще, поэтому если вы можете ограничить свой список сдаваемых предметов до 3, лучше сделать, чтобы вы сдавали 3 предмета. Если не можете, ну, окей, сдавайте 4, это все же не прям такое критическое значение, да? Не надо сдавать, допустим, 5-6 ЕГЭ. Поэтому, друзья, если мы возвращаемся к вопросу о том, что сдавать, ЕГЭ по физике или по инфе, здесь нет однозначного ответа, единственное, что могу вам сказать точно. Если вы собираетесь идти на информата, ботайте информатику. Если вы собираетесь идти на физика, на инженера, то ботайте физику, издавайте физику. Не нужно гнаться за тем, какой ЕГЭ проще, потому что, на самом деле, в скором времени, может быть, уже и в этом году, вот этот вот перевес, вот эту разницу, они ее ровняют. Плюс ко всему, там, на самом деле, разница не такая уж существенная. Особенно там разница, скажем так, существенная для тех, кто пишет ЕГЭ на 40, 50, 60 баллов. Если ваша цель 80 плюс баллов в любом из этих предметов, то, на самом деле, большой разницы не будет. На этом у меня, друзья, на сегодня все. С вами был Афин Витальевич. Удачи вам в подготовке. До новых встреч. Сдавайте физику. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!